Скоро я светаю и тебя теряю, от любви своей я улетаю. Татьяна Якупова в юности занималась в ансамбле машиностроительного колледжа. Помимо этого у девушки имеются два музыкальных образования по классу Домбро и Аккордеон. Более двух лет Татьяна нигде не выступала и вот наконец решила снова вернуться на сцену. Я пришла на конкурс «Я звезда», чтобы попробовать себя, найти новых друзей, новых знакомых. Хотелось бы получить что-то новое для себя от учителей, от преподавателей этого конкурса. Конечно же я хочу победить в нем и это скорее всего даже не для чего-то, а для себя. Я думаю, что все получится. Однако среди участников кастинга нашлись и те, кто никогда раньше не выступал на большой сцене. Среди них Ирина Шакирова. Узнав о проведении кастинга, девушка решилась проверить свои способности и испытать скрытые таланты. Я пошла для того, чтобы получить основы вокала. Потому что никогда не занималась вокалом, не имея музыкального образования. Но очень бы хотелось пройти этот кастинг, научиться чему-то новому, показать себя. Пожалуйста, чтобы меня все поддержали, если я пройду на кастинг. Спасибо большое. Поддержать участников просмотра пришли победители первого сезона «Я звезда». Они поделились своими мыслями с конкурсантами, рассказали о своих переменах и пожелали успехов в участии на проекте. Меня пригласили в качестве победителя. И мне было просто самой интересно, кто же будет дальше участвовать в этом замечательном проекте. Увереннее стала себя чувствовать на сцене. Сейчас в любом месте, где я не пела, я себя чувствую увереннее. Раньше у меня, конечно, я замыкалась. Спасибо телепроекту «Я звезда». С новыми правилами реальти-шоу участников ознакомила руководитель вокального телепроекта Венера Ганиева. На этот раз выбывать из борьбы на звание лучшего голоса города будут сразу два артиста. И права спасти участника не будет. Но есть и хорошая новость. СМС-голосование остается, и зрители могут помочь своему любимчику остаться на проекте. День был очень удачным, очень трудотворным. Нам сегодня все понравилось, на самом деле. Сегодня участвовало 9 человек, из них прошли 8 человек. Ошибок было, конечно, много, но мы не берем совершенных людей, на самом деле. Мы же с ними должны работать, мы должны показать, что человек способен и склонен к росту. Поэтому не только вокальному, но и также манере он должен научиться вести себя правильно на сцене, он должен ходить, он должен убрать какие-то свои ужимки. И в этот момент человек будет понимать, что вот я уже раскрепощен, я готов к сцене. По результатам первого конкурсного отбора, 8 из 9 участников примут участие в шоу. В среду конкурсанты вместе со своими наставниками определятся с репертуаром, который исполнят на первом концерте. Следите за новостями проекта. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник». Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник».